Чем пахнет Новый год? Свежей хвоей, праздничной выпечкой, радостью и счастьем. А еще ароматным чаем Лаваре Мэри Крисмас с лепестками роз. Авторская праздничная композиция создана специально для этих самых вкусных дней в году. Когда мы дома, когда рядом самые родные люди. И мы завариваем чай приблизительно по 100 раз в день, согреваясь его теплом и теплом нашей любви. И когда в каждом глоточке праздник. Он волшебный. Сегодня я предлагаю приготовить немецкую рождественскую выпечку Штоллен. Почему так заранее? Для того, чтобы вкус Штоллена стал насыщенным и по-настоящему Штолленским, ему необходимо 3-4 недели полежать и дозреть. Поэтому предлагаю посмотреть видео и срочно его приготовить. Подготовим сухофрукты. Для этого нам понадобится 150 граммов светлого изюма, 150 граммов темного изюма, 100 граммов клюквы и 200 миллилитров черного рома. У меня сейчас в миске здесь уже замоченный в роме изюм. Он простоял при комнатной температуре уже сутки. Хорошо пропитался ромом. Предварительно, как я обрабатываю обычно сухофрукты. Я заливаю их кипятком буквально на несколько минут. Эту воду сливаю и потом уже под прохладной водичкой хорошенько промываю изюм. Для того, чтобы избавиться от грязи, пыли, просушиваю, заливаю ромом и оставляю на сутки. Возьму сито и солью лишний ром. Кстати, в этом роме можно неоднократно замачивать сухофрукты. Оставляем приблизительно на час, чтобы весь лишний ром стек. Теперь приготовим опару. Для нее нам понадобится 200 граммов муки, 200 миллилитров чуть теплого молока и 2 грамма свежих прессованных дрожжей. Мне показалось, что дрожжей невнятно было слышно. Два еще раз. Свежих прессованных дрожжей. Сейчас. Молоко нужно слегка прогреть. Оно не должно быть холодным. Чуть теплым, совсем немножко. Не выше 40 градусов. То есть температура вашего тела. Если мы возьмем мизинчик и опустим в молоко, мы не будем практически ощущать разницу. Тогда температура около 36. Если вы почувствуете тепло, значит около 40 градусов и выше. Если вы ощущаете, что молоко прохладное, значит температура уже ниже 36 градусов. Я прогрею буквально 20-30 секунд в микроволновке. Если молоко будет горячее, дрожжи погибнут. Поэтому чуть теплое молоко. 20 секунд. Выливаем в мисочку. Дрожжи сюда же. Немножечко вот так размешаю. Возможно, у вас возникнет вопрос, для чего вообще нам нужна опара. Опара нужна для того, чтобы завести дрожжи и сделать вкус более богатым и интересным. Теперь мука. Перемешиваем. Здесь не стоит стараться добиться супероднородной консистенции. Какие-то крупиночки небольшие могут визуально вам быть видны. Ничего страшного. Долго не нужно вымешивать. Все. Опара готова. Накрываем опару пленочкой. Не в контакт, а просто как-то так. Сейчас. Накрываем опару пленкой. Если у вас в помещении очень тепло, 24-25 градусов, то опаре достаточно буквально час. А если в помещении приблизительно 20-21 градус, то и 2 часа. У меня сегодня здесь от гирлянд очень жарко, поэтому убираю опару, думаю, что через час мы к ней вернемся. Наша опара прекрасно подошла, увеличилась в объеме. Можно продолжить готовить штолен. Для приготовления теста для штолена нам понадобится 400 граммов опары, 450 граммов муки, 180 граммов размягченного сливочного масла. Первая часть, жирность не менее 82%. 200 граммов размягченного сливочного масла. Вторая часть, жирность также не менее 82%. 60 миллилитров чуть теплого молока, 30 граммов свежих прессованных дрожжей, 110 граммов сахара, цедра одного лимона, цедра одного апельсина, 3 грамма порошка корицы, 4 грамма соли. Фух, точка! Конечно же, можно сделать замес вручную, будет немного дольше и сложнее, а можно воспользоваться комбайном. И вот такой насадкой крюк. Отправляем в чашу комбайна нашу опару. Это сюда. Сюда же первая часть сливочного масла, это 180 граммов. Масло обязательно должно быть размягченное. Чуть теплое молоко. В него отправляем прессованные дрожжи. Перемешиваем. Дрожжи должны хорошенько объединиться с молоком. Можно ли использовать сухие дрожжи? Да, конечно, можно использовать только сухие дрожжи. У нас другое количество. Я под видео обязательно напишу, сколько же вам понадобится сухих дрожжей. И сухие дрожжи мы с молоком не перемешиваем, мы перемешиваем их с мукой. Дрожжи распределились в молоке. Отправляем их к опаре и сливочному маслу. Красиво было? Да не так было. А я старалась. Сахар сюда же. Порошок корицы и соль. Мешаем с мукой. Цедра апельсина и цедра лимона сюда же. Я люблю добавлять в штолен и цедру апельсина, и цедру лимона, а еще корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех. Ну, в общем, если вы такой же любитель всего этого букета, можете добавить. Я, поскольку штолены чаще делаю в такие заготовки и подарочки на Рождество, с ними очень удобно ходить в гости, поэтому я так выбираю вкусы более понятные для всех. Цедра апельсина, лимона и немного корицы. Перемешиваем. Спасибо. Это знаете зачем? Знаете зачем так? Это же мы убрали цедру, та, что защищает цитрусовые, чтобы они не пропали. Так вот, нужно обернуть пищевой пленкой апельсин и лимон для того, чтобы они не пропали. Перемешиваем муку, соль и корицу. Здесь не нужно добиваться какой-то однородности в консистенции. Сейчас добавим муку полностью всю сюда. И если я сейчас включу комбайн, все будут, скорее всего, в муке, поэтому лучше сделать вот так. Взять пленочку. Я знаю, что на многих комбайнах, и на моем, кстати, тоже есть вот эта защитная крышка такая. Ну, ее потом мыть. Вот, все останется внутри. Включаем. На небольших оборотах перемешиваем. Вся мука должна увлажниться. Сейчас тесто получится таким тугим, плотным, но вы не переживайте. Мы все исправим. Будем добавлять кусочки оставшегося размягченного сливочного масла, это вторая часть, и все доведем до гладкой, идеальной консистенции. Пленку уже можно убирать. Периодически снимайте со стенок то, что налипает. Вот так. Еще немного вымешаем. Минутки 3-4. Отлично. Какое у нас получилось. Плотное, тугое. Теперь добавляем размягченное сливочное масло вторую часть. 200 граммов. Такими небольшими кусочками. Включаем комбайн и продолжаем все вымешивать на слабых оборотах. Все масло должно объединиться с тестом. Периодически снимаем со стеночек то, что там налипло. И вымешиваем на протяжении приблизительно 10 минут. Признак того, что наше тесто уже готово и нужно остановиться, это тогда, когда тесто собирается в ком, в центре, вот на крюке. И вы слышите такой явный звук ляп-ляп-ляп. То есть оно прилипает к стенкам, но потом отлипает и собирается все вот на крючке. Я сейчас покажу вам, как это выглядит, потому что объяснить несколько сложно. Нужно это увидеть. Прошло уже минут 10. Как вы видите, тесто меняется. Оно уже прекрасно отходит от стеночек и собирается в центре в шар. Гладкое, эластичное, ароматное. Теперь отправляем сюда наши подготовленные сухофрукты и перемешиваем. Долго перемешивать не нужно, буквально, хотя бы до однородности, какая же однородность. Спасибо, полкило изюма. Просто хорошенько перемешаем, чтобы изюм обволакивался тестом. Дайте изюм. Где же изюм? Где наш изюм? Вот наш изюм. Спасибо. Уже здесь стоял. Лучшая съемка, которая у тебя когда-либо была, правда? Она начнет. Смотри. Перемешиваем. Все. Готово. Красота. Это не может быть невкусно. Теперь разделим массу на три равные части. Можно подпылять и стол мукой, и руки мукой, потому что, как вы понимаете, в изюме тут у нас много влаги, само тесто от сливочного масла довольно-таки жирное и липнет к рукам, поэтому можно подпылять мукой. Самый, наверное, сложный момент это сформировать наш штолин. Но мы сейчас это сделаем. Подпыляем стол мукой, не стесняемся. Перекладываем тесто. Делю тесто на три равные части и формирую штолин. Вообще форма штолина должна напоминать укутанного младенца, поэтому делаем такую пеленочку. И, ух, Лиза, кто так младенцев пеленает? Вот такая форма должна у нас получиться. Перекладываем. Выкладываем штолины на расстоянии друг от друга. Они подрастут, увеличатся в объеме в несколько раз. При выпекании чуть расползутся. Если вы хотите, чтобы ваш штолин был такой более пузатенький в виде кекса, тогда вы можете выпекать в формах. Но я предпочитаю вот этот вариант. Вуаля, все готово. Оставляем тесто приблизительно на час-полтора, чтобы оно хорошо подошло. И будем выпекать. Прошло полтора часа. Тесто хорошо подошло. Отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 35, максимум 40 минут. Штолин уже готов. Простоял в духовке 35 минут. Красивый, ароматный. Ну, красивый это я погорячила. Ну, такова природа штолина. Но мы сейчас будем делать красоту. Берем топленое сливочное масло. Почему именно топленое и почему это важно? Если вы собираетесь заготовить штолин заранее, приблизительно за месяц до Рождества, то лучше промазать его топленым сливочным маслом. Такое масло на штолине не будет прогоркать и продлит жизнь вашей выпечки. А если вы не собираетесь его долго хранить, скажем, там, неделю максимум, то можно и взять обычное сливочное масло. У меня здесь топленое. Пока штолин еще горячий, промазываем его сливочным маслом. Теперь берем сахарную пудру и присыпаем штолин с сахарной пудрой. Переворачиваем. Снова промазываем маслом. Присыпаем сахарной пудрой. Снова перевернем. Теперь оставляем штолин. Он должен полностью остыть. Штолин уже остыл, теперь нам нужно его запаковать. Изначально я паку его в пергамент, а потом в фольгу. И убираем штолин в прохладное место. Такое место у меня в балкон. А мы утром дозревшие ели? Да. Ему целых три дня. Понимаешь, когда штолин вот такой свеженький, он напоминает больше сдобную булку. А когда штолин дозревший, в нем появляется такая сочность, рассыпчатость. И даже сдобной булкой его сложно назвать. Это больше похоже на кекс. Ааа, у меня воруют изюм! Итак, этот штолин, который мы сегодня приготовили, но у меня здесь есть в контейнере штолин, который отлежался у меня три недели. Этот уберем в контейнер, пусть лежит. Сейчас покажу вам. Смотри какой. Красивый. Он очень вкусный. Друзья, не поленитесь, обязательно приготовьте эту рождественскую выпечку. Дайте возможность ей дозреть и наслаждайтесь праздниками вместе с ароматной вкусной выпечкой и чаем лаваре. Продолжение следует...